Пожалуйста, друзья мои, мы время для вопросов обязательно отведём. Если сейчас это по теме, давайте сначала посмотрим, потому что вопросы – это важная составная часть нашей с вами программы. Как отличить человека, одержимого злым духом, от человека психикоэмоционального, у которого поведение является агрессивным для окружающих? И как ему помочь? Ну, вы знаете, что для того, чтобы отличить, здесь прежде всего рекомендуется обратиться, конечно, к психологу или психиатру, с тем, поскольку там всё-таки есть некоторые объективные признаки, по которым можно судить, что это психически больной человек. Иногда это вполне понятно и объективно можно оценить это явление. Во-вторых, иногда тоже понятно бывает, когда это ясно, что это беснование, а не психически больной человек. Бывают такие, знаете, вот такие крайние состояния, которые о себе достаточно ясно говорят. И вопросы, конечно, относятся не к этим крайним состояниям, когда, ну, понятно, а вот которые приближаются к этой пограничной ситуации, где действительно бывает очень трудно отличить, больной – это человек психически, или же действительно одержимой, одержимой. Вот эта вот срединная зона, она, я вам скажу, говорят, что это непросто, непросто отличить. И здесь затрудняются и та, и другая сторона подчас. Но во избежание недоразумений рекомендации, можно дать рекомендации такого рода. Это вам на всякий случай, вам действительно это нужно. На всякий случай в этих сложных ситуациях нужно всё-таки начать с того, чтобы опробировать средства против психического заболевания. Ну, когда есть подозрение, что это всё-таки психическое заболевание, то нужно попробовать лечить человека для того, чтобы уже окончательно убедиться, с чем это связано. Конечно, даже иногда, если эти лекарства не помогут, это ещё не гарантия, что, следовательно, у человека эта бесовская одержимость. Это тоже не гарантия, но всё-таки уже исключается какая-то уже определённая область того, что это человек, так сказать, психически больной, если это помогло, или тут что-то такое другое. Но скажу вам, это вопрос непростой. И ответить на него вам окончательно во многих случаях не сможет ни никто, ни психиатр, хотя бы он был человеком самым таким искренним верующим, понимающим, верящим в то, что это, может быть, и одержимость. Да уж тем более, если это человек неверующий. Так что не всегда это просто. Но начинать надо, надо начинать с попытки применения обычных-обычных врачебных средств, когда не ясна ситуация. Вот так. Не нужно мистифицировать эту проблему. Вот единственное, что я могу сказать по этому вопросу. Так, мы живём в условиях идеологического плюрализма. В наше время формируется целая богословская система в оправдании проблемы пастырского выгорания, апеллирует тем, что это неизбежная болезнь профессиональная всех священников. Как нам избежать религиозного дифферентизма, который начинается с духовных школ? Да я, правда, не совсем понимаю суть вопроса, но кажется так, если я так понимаю, если не совсем так, то можете прокомментировать, это же ничего особенного нет. То есть, речь идёт в конечном счёте о том, что, как мне кажется, всё меньше становится людей, и в частности священников, которые могут действительно дать надлежащий совет в вопросах, так сказать, духовной жизни. Я так понял, всё меньше таких людей. Что я вам могу сказать, друзья мои? Наше время, знаете, чем отличается? Что мы сейчас всё-таки имеем возможность обратиться к литературе святых отцов. Сейчас можно всё-таки найти святоотеческую литературу. При этом обращаю ваше внимание на тот, я бы сказал, факт, что нужно быть осторожным. С чем? Вспомните, вы же не напрасно изучаете историю. Историю западной христианской церкви. Вы же помните, римская церковь была православной церковью. Причём не только православной, а первой из всех православных церквей. Вы видите, во что она превратилась? Ну, я надеюсь, что вы отчасти хотя бы видите. Может быть, ещё даже и поговорим. Что произошло? Нам это очень важно знать. Первое я хочу сказать, что ни одна православная церковь не гарантирована от подобного же изъяна и топодобной деградации. Это первое. Следовательно, ни одна поместная церковь не гарантирована. Сколько бы себя ни называла она православной! Римская церковь до сих пор называется католической, то есть кафолической, вам понятно? Церковь. Тем не менее, если мы посмотрим на характер её вероучения, посмотрим на то, что называет она святостью, может быть, мы даже сегодня об этом поговорим, так, то мы видим, это же потрясающее отступление, прямое отступление от того, что исповедовала единая церковь первого тысячелетия. Причём не просто само по себе впечатляет это единство, а на что приходится обращать внимание? На то, что бесспорные великие святые как учили о вопросах духовной жизни и вероучения? Бесспорные святые! Я говорю, первого тысячелетия, особенно первых веков, я говорю, ну, хотя бы до VII века, до VIII века, кончая там Яном Тамаскиным, или даже XIV век Григория Палома, пожалуйста, вам ещё, но там уже XIV век, а бесспорные святые первого тысячелетия, потому что они, это их множество этих свидетельств отцов, я на это обращаю внимание, уже гарантирует нам их истинность, их единство, этого множества, гарантирует эту истинность. Что произошло с Западной Церковью? Вам это очень важно знать и обратить внимание, вы же будете проходить Западное исповедание, посмотрите, что началось! Вдруг появляется удивительный аскет, нищий Франциск Ассицкий. Посмотрите на его подвиг. В чём суть его? Первое, что он на себя обращает? Абсолютное незнание им, абсолютное незнание им, святых отцов, полное незнание! Он сам и только сам определил суть христианского подвига и достижения святости. Какой же это путь? очень чётко выражается одним латинским словом – компасио. Вся суть, оказывается, христианского подвига, приводящего к познанию Христа, вся суть в чём же заключается? В покаянии? Ошибаетесь! В познании своей греховности? Ой, какие вы! в переживании, страдании Христа и Богоматери, как своих собственных. Поняли? Компасио! Переживание этих страданий, переживание любви Христовой, переживание его мучений, которые он перенёс за нас грешных. Вот, оказывается, в чём вся суть, вы слышите, святости. Франциск Осиский стал одной из первых величайших фигур святыни Римской Церкви. Это XIII век. Дальше пошло одно за другим. Я сейчас не буду говорить имена. Целая серия имён. Чем они все отличаются? Все эти я указываю, причём, на величайших святых, вы слышите? Поскольку они являются самыми яркими светилами, светилами, указывающими направление духовной жизни, идеал духовной жизни и принципы духовной жизни. В чём всё это направление? Франциск Осиский, я говорю, компасио – сострадание. Кстати, пользуясь случаем, скажу вам, через 800 лет после Франциска Осиского, наш православный, наш православный, который, я не сомневаюсь, что скоро канонизируют, пишет один к одному то, что утверждал Франциск Осиский. В переживании страданий Христа вся суть нашей духовной жизни, именно в переживании этих страданий, ими так, точно цитирую, так познаётся Христос – небывалое явление. Оказывается, вот как познаётся Христос! И дальше какие выводы-то делаются? Точно один к одному с Франциском. Человек должен молиться за весь мир. Именно в этих страданиях он молится за весь мир. И так совершается его великое благодеяние человечеству. И он, такой человек, участвует в страдании Христа и таким образом соискупляет человечество вместе с ним. Слышите, что? Уже становится соискупителем. Назовьте, а мы имя-то? Ну, я боюсь, побьёте камнями меня. А я вам цитирую это. Я вам передаю точно его мысль. Я вам ещё зачитаю. Его скоро канонизируют, не беспокойтесь. Он учит. Сафроний, Архимандрит, Сахаров. Недаром написал он книгу «Видеть Бога, как Он есть». Ничего удивительного уже нет. Когда читаешь эти строки, оказывается, человек своей святой жизнью может соискуплять, искуплять – это его слово, не думайте, что я искажаю, искуплять, и, оказывается, именно через страдания мы так познаём Христа, это глубочайшее отступление от самой сути понимания духовной жизни и святости. Нет духовной жизни вне познания своей греховности, нет духовной жизни вне смирения, проистекающего из этой духовной жизни, нет духовной жизни, где человек считает себя способным уже молиться за весь мир. А ведь на Западе, вы знаете как? Если монах, значит, он уже должен молиться за весь мир. Он уже молитвенник за весь мир, не только должен, он уже молитвенник за весь мир. Вы знаете, я захлёбываюсь, тону, хватаюсь за соломину. нет, я, оказывается, способен спасать весь мир, сам захлёбываясь и тону. Как это может спасти человек другого, сам будучи весь поражённый? не понимает таких простых вещей. Боже, очисти мя грешного, як уникали же никогда же сотворив благое пред тобою, тут я молюсь за весь мир. О! Да чего же! Слышите? Вот так! Вот какие, оказывается, вещи. Итак, я к чему это вам говорю, друзья мои? Вы видите, в чём произошла, если хотите, трагедия Западной Церкви? Отступили от опыта все эти великие святые, которых католическая церковь называет учителями Церкви. Ни один из них практически, по крайней мере, не знала совершенно опыта святых отцов единой, неразделённой, великой, действительно, святой Церкви. Просто не знала! Просто не знали и всё! И чем они прославились? Своей мечтательностью, своей любовью ко Христу! Причём какой любовью, только почитайте! Я, можете, вам прочитаю романы со Христом! Особенно у женщин этих святых! Вот, друзья мои, какие! Поэтому не удивляйтесь, и это я прежде всего я и хотел вам сказать, что ни одна церковь, в том числе и православная, не гарантирована. И опасность в чём состоит? Когда мы вдруг вдруг в то, что называем святостью, вдруг включаем то, что прямо противоположно святости! Прямо противоположно! Мечтательность! Это нервно-психическая любовь! Это романтика! Вспомните вот это, помните, может быть, Терезу, которая в Индии там была? Достаточно одного её призыва, чтобы сразу понять! Знаете, иногда одна чёрточка, ой, как точно выражает! Она вдруг, Тереза! Знаете, как её проставляли все? Женщины, не делайте абортов! Несите все их ко мне! Несите ко мне! Я всех приму! Я всех... Это что такое за фраза? Это что за фраза? Скажите! Что? Один, два, три? Десятки миллионов? Матушка, ты примешь, да? Какой за то эффект! Несите все ко мне! И все... Ах, ну да! Какая любовь! Какая фраза! Ну, это я просто привожу пример. Так что вот в наших условиях, как вы говорите, идеологического плюрализма Беда будет, если мы и наши священники, настоящие, будущие священники, если оставят путь бесспорных святых и начнём искать... А ну-ка! Вот там храла Амфи, видите? Моментально! За час 3600 молитв Иисусовых! За час! Час – это 3600 секунд! В секунду молитв Иисуса изумительная! Вы слышите? А откуда это? Нигде нет никаких ссылок! Порфирий Кавса Калевит, который вот канонизировала Константопольская церковь, что говорит? Не боритесь с грехом! Слышите? Не боритесь со страстями! Оставьте вы всё это! Проделайте маленькое отверстие в своей душе, и пусть свет Христов высияет вас! Что это такое? Что это за отверстие? Что это за свет? Не боритесь со страстями! Долой молитву Ефрема Сирина! Это что же такое? Сейчас скажу, да. Вы понимаете, что идём? Мы куда идём уже? Ведь надо было, по крайней мере, объяснить. Тут есть одно объяснение, спасительное объяснение, спасительное объяснение, которое, может быть, пригодится вам, а то иначе как уж такое? Там канонизирует, а мы будем выступать против. Что за безобразие? Скажу, есть одно объяснение, о котором пишет Макарий Великий, который говорит, что есть такие души, которые не имеют первого этажа, не познали, что такое борьба со страстями. Они сразу по своей природе, какой-то чистой, детской природе, искренне веруют, сразу познали, что такое благодать Божия и прочее. Но, – предупреждает он, – к таким никогда нельзя ходить за советом. А Исаак Сирин называет, а говорит, таковой не достоин называться святым. Они не имеют никакого опыта. Это исключительные, может быть, люди. Советам их нельзя доверять. Не то говорят. Они не знают, не понимают, что такое борьба со страстями. Никакого объяснения не было. Просто канонизировали. И это его книга, в которой это всё написано. Там мне на фоне её подарили. Кстати, с печатями, подписями, знаете ли, всё. Я уже думал, что такое приехал, давай читать. Вот. Представляете, что происходит? Вы подумайте. Это и святой тоже. Вы не подумайте, что... Вот я к чему это говорю? Сам этот Порфирий, когда его спросили, как вы о духовной жизни думаете и прочее, как к святым отцам относитесь, он прямо откровенно сказал, я их никогда не читал. Замечательно? Но я их очень люблю. Голубчик, что ты любишь? Если ты никогда даже не читал. А какие у него там советы в этой книге? Если бы вот кто-нибудь взял бы и только бы разобрался бы в этой книге, о какой он своих прозорливостей, как пишет о своей... Как он епископу всё рассказал, всю его подноготную, о том, как он приобрёл дар прозорливости, если бы это поразительно, с чего начинается эта книга. Да, просто подсмотрел в храме, как молится один какой-то святой старец. Тот его не видел, всё. Приходит к себе в келью, и уже у него дар прозорливости и дар непрестанной молитвы. Без каких-либо комментариев. Всё, он уже получил. Правда ж, замечательно? И это всё преподносится, слушайте, как? Как нормальная святыня, как нормальное явление православной духовной жизни. Ну, напишите, скажите, что это что-то исключительное, что-то особое, что-то совершенно не входящее в русло правильной духовной жизни. Нет-нет! Об этом нет речи. К чему всё это я говорю, друзья мои? Так вот, в наше время, когда появляется всё больше такой литературы, а уж я не говорю, сколько там у нас, какая литература только появляется, какая... Например, как вы креститесь? Не умеете креститься. Когда креститесь, знаете как? Вот сюда, вот, сверху! Вот так! Если вы туда не дадянете, сверху на плечо, он слева будет вам нашептывать, нашёптывать вам. Ну, что это такое? И за ним холстом книжка издаётся уже дважды! Вы слышите? Книга издаётся! Едет в автобусе своим, говорит, вы видите, народ идёт? Видим, батюшка, да. Из них спасётся только пять человек. Да, батюшка! Да, ну, батюшка, всё видит, всё знает. Вы слышите? Проверьте, что это не так. Сколько спасётся? Ну-ка, проверьте. Что? И не проверите. И так далее. Вот, поэтому я отвечаю на вашу записку. В наше время нужно быть очень осторожным. И нужно проверять опыт, опыт современных духовных людей, которые пишут о духовной жизни. Слышите? Канонизированы они, не канонизированы, неважно. У нас есть критерии учения бесспорные, истинные, святоотеческое учения древних отцов. По ним надо проверять. А не так, что в секунду молитвы Иисусова, так, ну, и почему? Я спрашиваю, почему? Ну, это его личный духовный опыт. Я говорю, поздравляю! Протестанты кричат «Ура!» Мы только и говорим об этом, что у нас у каждого свой личный духовный опыт, и никаких ваших святых отцов. Вот, нам мы не нужны, и мы не нуждаемся. Личные. Ну, и что, что не было тысячу и полторы тысячи лет? А вот сейчас и есть, и появился, и всё в порядке. Хорошо? Вот так. Ну, давай, да. Погромче только. Уважаемый Алексей Ильич, в книге старца Порфирия, преподобного, он, наоборот, говорит, что все здания он поочерпывал отцы и святых отцов. То есть, он не говорил, что не нужно читать святых отцов. Напротив, он говорил, что на Афонской горе просто не всем благословляли читать святых отцов, потому что высокое учение не всем полезно, например, сложное, скажем, в том, что в новоначальной. В той же книге преподобный Порфирий много раз говорили именно о борьбе со грехом, о том, что грех препятствует любви к слову, и о том, что невозможно... Ну, вот, вы знаете, что? Я вам говорю, можно сказать, прямо цитирую. Он прямо говорит, я их никогда не читал. Сам, точно, прямо говорит, но я их, он говорит, никогда не читал. А дальше он говорит, что все свои советы я беру из поучения святых отцов. Откуда? Я их никогда не читал. Это значит, что он читал на самом деле. Ну, вот, видите, вы слышите, здесь надо быть очень осторожным и очень внимательным. Даже дело не в словах, что он не считал это видно, что он не читал, потому что дать такой совет, какой он даёт, не боритесь с грехом, не боритесь со страстями, а любите Бога. Он при этом прямо говорит, есть два пути ко Христу. Один путь трудный – дай кровь, прими дух, а я вам рекомендую другой путь, лёгкий, сам прям пишет чёрным по белому, лёгкий путь рекомендую. Не боритесь со страстями, грехами, а любите Бога. Я вам рекомендую лёгкий путь. Скажите, это что такое? Вы только подумайте. – Блаженный Абусин говорит, люби Бога и делай, что хочешь, но при этом из того, что человек любит Бога, естественно, следует, что он борется за грехом. Как и Господь наш сказал, что любящий меня заповеди мы не соблюдём. – Да. И вдруг рекомендации – не боритесь. Господи, владыка живота моего, не боритесь. Вот видите, вот видите, хорошо, вот видите даже, мне в чём-то я даже рад в выступлении. Вы слышите? Эти вещи мы будем оправдывать, они нам приятны. Они нам приятны. Не боритесь, любите Бога. Что такое любите Бога? Меня любит тот, кто исполняет заповеди, а тот, кто не исполняет заповеди, не борется с грехом, тот, следовательно, не любит меня. Но это уже слишком сложно. Вот как произошло это в римской церкви, оправдание вот этих всех вещей. Так вот и сейчас, я боюсь, будет у нас то же самое оправдание вот этого, этих новых, а точнее, совсем не новых, совсем не новых, а просто ложных путей. И это страшное дело. Вот так мы и пойдём. Вот так, друзья мои. Это очень опасное дело. В наше время формирует целая богословская система в оправдании проблемы пасторского выгорания. Я не знаю, какая система формируется в выгорании, но дело не системы богословской, а констатируется факт, что идёт сильнейшее омерщение, омерщение сознания. Это, бесспорно, друзья мои, идёт, конечно. Это действительно. это просматривается всё чаще и чаще. Это верно. Духовной жизнью практически мало кто интересуется. И как уже это было до революции, так и сейчас всё больше встречается, что не священник, а жрец. Разница простая. Священник, по самому слову, святость, зовёт человека к освящению души, к очищению души. Жрец совершает соответствующее священно действия. Действия. И произносит соответствующие слова. Действия и слова. Действия и, мы скажем, молитва словия. Вы прекрасно понимаете, что можно читать сколько угодно слова молитвы и не молиться. А вера в то, что будто бы сами по себе действия и священные молитвы будто бы освящают человека, это есть классическое язычество. Главное – сделать. То есть, что значит сделать? Пример простой. Главное – прочитать соответствующие молитвы, трижды окунуть с этими молитвами и вынуть, принеся соответствующие слова. И человек крещён. Неважно. Верует тут, не верует, неважно. Главное – это сделать. И человек крещён – крещён. Святые отцы говорят – нет. А святые отцы говорят – нет. Да молчите вы, эти святые отцы, вы ничего не понимаете. Кирилл Иерусалимский говорит, если лицемеришь, люди крестят тебя. Слышите? То есть всё сделают, всё, что положено, а Дух Святой крестить не будет. Ну и что, что говорит Кирилл Иерусалимский? Да? Марк Подвижник пишет об этом. Да. Если ты искренне приходишь, то тут же по крещению тебе даётся Дух Святой, если с верой и благовением. А если не имеешь веры, то и по крещению не даётся. Ну как? Господи, что они понимали? Они, оказывается, не понимали, что, оказывается, путём соответствующих действий слов можно Духа Святого заставить войти в человека. и это относится к любому таинству. Неверующие идут венчаться. Венчались? А что это такое? Прочищались? А что это такое? Вы слышите? Мы ещё с вами будем говорить, да, что такое магия, а что такое таинство. Совсем разные вещи. И очень легко таинства, призванные осветить человека, приобщить самому Богу, мы выбрасываем и совершаем магический обряд. И довольны. Крещён. Причастился мой дурак, затащил его наконец в церковь. Дурак подошёл, ам, ну давай пол-литра, ты же обещала? Да, вот так мы смотрим. Вот во что превращаем свою великую веру. Освящение человека превращаем в пустышку. Можно ли затронуть тему повреждений души человека, выросшего при коммунистическом режиме, повреждённого высшим советским образованием? Да, ну как же, конечно, хорошо. Надо, только скажу вам, что я не знаю, кто больше повреждён. Этот человек, который вырос, прослушав курсы научного атеизма, который был уверен, что никакого Бога нет, который сейчас вдруг услышал и каким-то образом интересуется, это одно дело. И второе дело, когда человек, кажется, родился, воспитывался в христианской семье, но к вере относился вот так, как я сейчас вам говорил. Таинство – это магия. Понятно? Молитва – это вычитывание. Какому Богу? А мне ничуть не интересует, какому. Тра-та-та и больше ничего. Раз, прочитал чего? Главное – вычитать. Главное – постоять на богослужении. Главное – чтобы совершилось священное действие над человеком. А молится он, не молится, верует, не верует. Это, оказывается, всё вещи второстепенные, и мы к этому сводим. Особенно удручает. Знаете, вот венчание, например, совершается торжественно, а крещение как совершается. Боже мой! Ну, я думаю, и вам приходилось, особенно, когда в этой крещальне несколько человек детей. Кто-то плачет, ноет, родители ходят, его трясут. Всё такое крёстные, то ли верующие, то ли не верующие, ухмыляются стоять, дунь-плюнь, они, ухмыльнувшись, плюнут, всё. Батюшка там шепчет это что-то и говорит. Прямо этот... Я не знаю, как это можно оценить. Это называется рождение нового человека. Без человека родить человека. Где вера? Где искренняя молитва? Да никакой молитвы! Какая там молитва, тут крики и вопли. Слышите, во что? О, как можно это сделать! Вот это опасное дело! И вот вы знаете, я вам скажу, почему мы живём всю жизнь и не имеем никаких даров Духа Божьего? По очень простой причине, что с детства и до гробовой доски мы никогда не молимся. Уже в обычаи вошло вместо молитв вычитывание молитв. То есть, никогда не молимся! Какой ужас! Верующие люди! И я вам скажу, что вот такие верующие люди, которые по обычаю верующие, по обычаю ходящие в храм, по обычаю исполняющие все эти церковные предписания, так, мне кажется, мне кажется, они находятся в более серьёзном повреждении, нежели те, которые были воспитаны в атеизме, ничего не знали, впервые что-то услышали и, может быть, что-то ищут даже. Что такое христианство? Что оно даёт? Что оно даёт? На нас смотрят и видят. Ничего не даёт. Язычники, и всё. В христианской личине. Так что я не знаю, кто в большем повреждении находится, друзья мои. И никто из нас с вами не знает. Будем осторожны! Осторожны! И лучше всего, если мы будем думать так, мы хуже вот тех, которые воспитаны в коммунистической вот этой вот вере, вере, потому что они не знают, ничего не знали. А мы знаем и не делаем. Мы хуже. То есть, в каком смысле? Мы сильнее повреждены. У нас внутренние лицемерия, лукавства, мысль о том, что будто бы я христианин, на самом деле не являясь им. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Меня любит, то есть верует. Вот так, друзья мои. Так что я вам скажу, надо нам крайне избегать мнение, впечатление, ощущение себя лучше, выше, чем вот они там, вот там, за стеной. Избави Бог себя так мыслить и чувствовать. Бороться надо с этим, потому что это приходит буквально подсознательно. Мы же верующие, а они не верующие. Как я однажды услышал от одной монахини, содрогнулся её фразой, когда она сказала «Ух, эти мирские!» Я весь сжался даже! О, Боже мой! Ещё бы! Какой ужас! Эти мирские! Этот правый разбойник! Мирской из мирских! Вот так, друзья мои, да! Насчёт Порфирия, посмотрите, я могу вам зачитать даже некоторые вещи, и вы увидите, как он пишет, не делайте, я цитирую, не делайте никаких усилий к тому, чтобы освободиться от страстей, и не говорите «Боже мой, освободи меня от того-то!» Например, от гнева, тоски. Нехорошо молиться или думать о какой-либо определённой страсти. Не сражайтесь с искушением напрямую. Не просите, чтобы оно ушло. Не говорите «Убери его, Боже мой!» А Христос говорит бороться до крови. «Если соблазняете, а рука твоя или нога твоя или рука твоя, отсеки её и брось!» Ефрем Сирин, что пишет от уныния, празднословия, любоначалия, осуждения. Да! Даже тот же афонский старец Ефрем Мараити, что пишет в своей книге «Подвязайся, чадо моё, уступками не давай пищи своим страстям, потрудись теперь, сколько можно, ибо со временем, если страсти останутся без надзора, они становятся как бы второй природой, и тогда попробуй-ка совладать с ними». Видите, что пишет его, современник, старец Ефрем Мараитис. «Будем сильно подвязаться, будем подвязаться ради любви Христовой подвязайтесь со всей силой души». И так далее. Ну, что вы! А здесь призыв не бороться! Так, да! Ну, вот там вы читаете цитату, там сказано, что не боритесь напрямую за грехом. И дальше преподобный Порисий комментирует. Он говорит, то, что если вы придаете значение искушению, оно душит вас. Потому что, несмотря на то, что вы говорите, «Господи, убери его, Боже мой», несмотря на это, вы помните о нем и подогреваете его еще больше. Желание освободиться от искушения, конечно, будет, но оно будет в глубокой тайне, оно будет тонким, незаметным. Это будет происходить тайно, вспомните Писание, «Пусть левая твоя рука не знает, что делает правое». Вся ваша сила пусть обратится к любви Божьей, к его служению, пусть прилипится к нему. Таким образом, освобождение от зла и немощи произойдет без нашего ведома, без труда. То есть, смысл в том, что если человек зацепивается на своей страсти и думает только о ней, то у него все силы идут туда и, как бы, действительного служения Богу не будет происходить. То есть, человек может срабатываться в своих проблемах и перестать делать. А наоборот, мы же, если мы... Ну, а как тогда? Особенно знаем, что если у нас болит какая-то страсть, то мы должны не думать о том, что вот какая-то страсть, а мы должны просто совершать добродетели противоположные этой страсти. И тем самым происходит избавление. Ну, как бороться, например, с чьим угодием? Поддерживаться. Как? Как я могу каяться, не думая о том, в чём я каюсь? Как же? Господи, прости меня! Вот я такой обжор. Почему же? А как же иначе я могу? Как это не бороться с чревоугодием? Что значит не боритесь, не думайте? Ну, как быть? Я никак не могу понять. Совет, что же делать-то? Я не могу, называя какой-то страсть или грех, который я борюсь, не называя его. Я же должен его назвать перед Богом. искренне, чистосердечно. Господи, прости меня, опять я осуждаю. Как же это не бороться? Здесь преподобный поэзии как раз не говорит же про вообще не боритесь, да? Он говорит, не боритесь напрямую. А что это значит? Объясните, какая разница? Когда ты видишь врага, например, в армии, да, а сил не хватает, враг превосходит, то лучше будет сделать обходной маневр. Не, ну, слушайте, вы начинаете, я не знаю, как... Почему вам так хочется оправдать так хочется? Потому что святой человек, который... Святой, вы почему решили, что канонизировала Константинопольская церковь, да? По этой причине. Вот я поэтому предупреждаю сейчас, будьте, пожалуйста, осторожнее. Да, церковь канонизировала, хорошо, но посмотрите, в какой степени их опыт и их наставление соответствуют бесспорному, я подчёркиваю, опыту тех древних святых отцов, которыми же жила всегда церковь. Проверять надо. У нас же должен быть критерий. Избавив Бога, если мы начнём сейчас следовать новым критериям, мы тогда ступим на путь, ну, я не знаю, протестантизма, что ли, католицизма. У нас же есть замечательный критерий. Если мы не будем следовать ему, то во что же мы тогда превратимся? Напрямую, но как же нам не бороться со страстями? А как? Если не напрямую, то как? В кривую? Как-то даже я не понимаю, как ещё можно бороться? Я хочу вот обжора, и всё. Я сел за стол, и что? Как теперь мне делать? Сейчас я. Я знаю, что со мной будет. Я знаю, что будет сейчас. Я объемся опять. Хочу полно на столе. И как мне быть? Как мне напрямую не бороться? Я не понимаю. Скажите, как? Погромче только, чтобы не слышать. Я всё-таки думаю, что, наверное, сама суть диалога, она не вполне, наверное, неправильна, потому что всё-таки, я думаю, лучше эту книжку, допустим, о которой вы говорите, рассмотреть более полно, и, наверное, в формате не беседы, когда, допустим, вы цитируете по своим цитатинам, но дальше по самому цитатинам, лучше, мне кажется, всё-таки обратиться, ну, прямо взять книгу и рассмотреть именно конкретно, более полно, потому что это, мне кажется, не будет созидать. Я вот хочу, как раз в связи с тем, что вы сказали, про критерий канонизации святых. Мы знаем, что в нашей церкви, когда человек канонизируется, внимательно анализируется его наследие, его писание, его жизнь. Допустим, можем ли мы сказать, что в Константинской церкви, может быть, не хватает, нет таких, может быть, богословов, тех, кто анализировал внимательно творение, то есть, может быть, я никогда с этим не сталкивался, а некая ущербасть в этом отношении, можно ли сказать сейчас? Ну, да, я вас понимаю, но вы представляете, это уже нужно привести отдельный семинар, правда, по книге, это... Моя задача сейчас в чём состоит? Только-только в одном. Чтобы быть очень внимательными и осторожными. Сама по себе канонизация не означает, вы слышите, не означает одобрение всего того, о чём в данном случае говорил какой-то, допустим, новый святой. Совсем же не означает. И надо проверить, что здесь может быть, здесь он может быть и правильно, а вот здесь отступление. Но церковь сочла его, нужно канонизировать за искренность, допустим, его подвига. Вот так. Канонизация не означает бесспорного признания истинности всего того, о чём этот человек говорит, учит и делает. Получается речь на вопрос. А вот среди, допустим, святых канонизированных русской церкви вот, помните, возникал, допустим, спор о некоторых высказаниях, святителя Луки Война-Исенецкого, да, в первых работах. Вот так. А можем ли мы говорить, что об этой же проблеме, что не все произведения русских святых, они тоже безупречны? Ну, конечно, вы правы. У Луки Война-Исенецкого, конечно, он не имел, кстати, никакого богословского образования. У него было самообразование. Человек был искренне верующий, действительно, искренне верующий, но кое-где некоторые вещи у него были действительно ошибочные. В его даже книге «Дух, душа и тело». Вот это первые книги, да? Да, да. А вот, Алексей, а вот есть ли ещё примеры именно в этой области? Что это? У Луки? Нет, вообще, какие ещё из русских святых вот вы считаете в этом отношении имеют какую-то такую связь? Ой, мне не хочется сейчас говорить об этом, потому что это надо действительно посмотреть. Может быть, вы сами посмотрели что-нибудь бы и сказали. Вы учтите, это же наша общая же проблема-то, а не чья-нибудь, ни моя, ни твоя, ни его. Это наша общая проблема. Надо запомнить один вот только принцип. Я говорю, у нас есть критерий. Это древние отцы, и это первое. Второе. Нужно понимать, что канонизация не означает признание истинности всего того, что мы находим учение у данного человека. Не означает. Я думаю, что если бы, например, правый разбойник что-то писал до этого, так, и мы бы сейчас имели бы его работы, я не думаю, никому бы в голову не пришло бы, наверное, в столовой прочитать благослови, честные отчи, прочести право этого разбойника святые, так, потому что он, наверное, мог писать такие вещи, что мы бы взвыли. Так что надо же очень быть осторожным. Посмотрите, например, Феофан Затворник, он святой человек, ну, бесспорно, в 1873 году сам издаёт откровенные рассказы Странника. Так, через 10 лет прямо пишет «Не смотри, там ведёт к прелести». Вы слышите, какой у него шёл, у него у самого внутренний рост, у самого даже, только что рекомендовал и сдал, через 10 лет запрещает. К прелести может повести. Слышите как? А мы что такое? Оп, там сразу, святой – ура! Всё! Ну, разве так можно? Надо быть очень осторожным. И ещё раз повторяю, держаться критерия, святоотеческого критерия, святоотеческого критерия, вот, я вам скажу, действительно древней церкви тех отцов, которые на них воспитаны. Вот тот же Игнатий Бринчинин, чем он хорош у него? Сплошь и рядом у него святоотеческие древние эти все высказания святых отцов. Вот! Это замечательно! То есть он показывает, что это не своё даже, он не своё, а передаёт. Это действительно священное предание, передавание опыта отцов. Вот в этом достоинстве. Вот так, друзья мои! Ну, хорошо! Ну, вот видите, тогда вы имейте в виду, какие вопросы возникают, то, пожалуйста, мы же должны с вами обсуждать. Ну, если там в чём-то не согласны, ну, Господи! Ну, что же из этого? Ну, и что же из этого? Ничего страшного! Но обсудить и высказать свои точки зрения очень хорошо. Ещё, так сказать... Ага, ещё у нас немножко времени есть, да. Мне хотелось всё-таки сегодня поговорить по какому вопросу, связанному вот всё с тем же, значит, мы говорили с вами. Откровение общее, понятно. Откровение индивидуальное. Вот, кстати, вот этот диалог, который сейчас у нас был, и те вот некоторые мысли, которые я высказал в отношении западных святых, они очень хорошо нам иллюстрируют то, как индивидуальное откровение, при каком условии можно рассматривать, как могущие быть истинным, а при каком условии оно может оказаться совершенно ложным. Вы знаете, сколько откровений у католических святых, которые признаны великими святыми? Да, я вам говорю, это и Франциск Осидский, у него же... Помните даже, чем кончилось? Впервые за всю историю христианской церкви до него не было это, появились стигматы. Он с такой силой, такой силой сострадал, то есть пытался пережить боль Христа, что у самого открылась на руках, на ногах и в боку кровоточащие язвы, кстати, которые практически не заживают, потому что они открываются изнутри, и их очень трудно даже заживить, говорят, очень трудно. Католическая церковь признала это как один... У него, по крайней мере, как один из знаков святости. И дальше в истории католической церкви мы видим, что же начали появляться такие же люди со стигматами. И вот, в частности, в 19-м, в 20-м веке уже, уже Бенедикт XVI там, как проставлял одного стигмата. неудивительно, в чём дело? Вот, вы знаете, оказывается, можно с такой силой уже концентрировать своё внимание и на страданиях того же Христа, или, по крайней мере, представлять себе эти страдания, настолько переживать, что уже некоторые люди с, видимо, утонченной, может быть, психикой, так... да, начинают... у этих людей начинает это выражаться в чисто внешних вот таких формах. В психологии, психобиологии, я бы сказал даже так, да, это явление известное, что, оказывается, концентрация внимания может привести к подобного рода явлениям, вот, к физическим даже явлениям. Ничего благодатного тут нет! Причём я знаю случай, уже достоверный, абсолютно достоверный случай, как человек, который тренировался в концентрации внимания, показал этот случай на ладони, когда у него возник волдырь и прорвался даже постепенно на глазах у других людей. Кажется, это возможно! Благодать тут совершенно ни при чём! Но нам-то для нас что важно? По другому пути пошли, в чём увидели сущность духовной жизни, в чём? Не в борьбе со своими страстями, не проистекающего отсюда покаяния, не возникающего отсюда смирения души, а не что иное, как сострадание Христу. В этом суть увидели. И это беда! Это вот один из этих видов сострадания, компассия. Посмотрите, каких результатов тот же Игнатий Лайола достиг, основатель ордена иезуитов. Он прямо пишет, прямо пишет, что он может так сосредоточить своё внимание, что перед его глазами тут же является рай или ад. И он переживает эти состояния. В своих духовных упражнениях он об этом пишет. Игнатий Лайола. Вы знаете, это великий святой католической церкви. А посмотрите, что пишут о своих переживаниях женщины, эти святые Анжела, Тереза Великая, Тереза Маленькая. Там не просто романы со Христом, но ещё хуже даже. Вплоть до таких ощущений, о которых и говорить не приходится. Вот ведь, в чём дело-то. Вот к чему приводит мечтательность. Вот эта мечтательность заменяет собою духовную жизнь человека. и в результате вместо очищения души от страстей так происходит нечто, происходит подмена, происходит настоящая подмена. Вот. Мечтательность приводит к переживанию вот этих вот вещей, романтических, если хотите, вещей, так. А православие всё говорит о том, что главная задача в духовной жизни человека заключается в том, чтобы обратить внимание на состояние своей души и увидеть, что в ней происходит в этой душе. А что в ней происходит, кажется, нетрудно человеку убедиться. Очень нетрудно. При соприкосновении с другими людьми я знаю, что у меня, и какое раздражение, какой гнев, какая подчас неприязнь, какое осуждение, вы слышите, какие страсти возникают. Можно перечислять сколько угодно. Я вижу, что возникает, вот оно, что в душе, вот что является источником мучения человека. Мучения человека. И если сейчас ещё мы легко можем что-то забыть, заснуть и так далее, то страсти-то остаются, страсти-то, и будучи неисцелёнными, когда сбрасывается тело, и эти страсти обнажаются, и начинается их полное действие. Вы понимаете, что в чём беда-то, в чём страдание-то? Здесь мы заснули, и всё. А там начинается полное действие этой страсти, и ничто невозможно от них избавиться ничем, потому что страсти, как учат святые отцы, коренятся в душе, а не в теле. Даже телесные страсти в душе корень, а не в теле. Тело только является, может являться проводником, проводником в той или иной, так сказать, степени. Вот, оказывается, какие вещи? Так вот, святость с православной точки зрения в чём заключается? В борьбе со страстями, в постепенном очищении с помощью Божией от этих страстей. Но это происходит, повторяю, как уже много раз я говорил, происходит только по мере смирения человека. И вот по мере смирения человека он приобщается к благодати Божией, то есть Богу. это очень важно. Вы знаете, почему я подчёркиваю это? Потому что часто можно услышать, вот вы всё время говорите о покаянии, о сознании своей греховности, о плаче за грехи, какая ужасная религия, ни радости, ни отдыха, ничего подобного. это говорит человек, который никогда не пережил радость слёз покаяния, радость отпущения греха, освобождения греха. Вот. Только этот человек может, не знает, какое действие благодатное, производит хотя бы исповедь, причащение, если человек подходит с искренним покаянием и молитвою, и осознанием своей греховности. Только тот, кто не испытал этого, может говорить такие глупые вещи. У вас одно печаль, страдание, отчаяние, слёзы, и не понимают, что эти слёзы дороже не знаю, каких радостей бывает у кающегося человека. Бог есть любовь и благо, и по мере очищения души это при общении к Богу наполняет душу человеческую и миром, и радостью, и любовью всем наполняет. Это очень важно, друзья мои, знать. Но в лукавую душу не войдёт премудрость. Бог входит в душу по мере только нашей борьбы. Как и сам Господь сказал, Царство Божие силою берётся и употребляющие усилия восхищают, то есть приобретают его. Слышите, оказывается, усилие необходимо. И Бог, видя усилие человека и способность его к принятию дара Божия, даёт ему это утешение. Святость православия, видите, чем характеризуется? Очищением от страстей, раз, второе и главнейшее – приобретением смирения. Где нет смирения, нет святости, там ложь и заблуждение. вы скажете, а любовь где же? Об этом отцы ой, как замечательно пишут! Невозможно иметь истинную любовь тому, кто не приобрёл смирения. Невозможно! Без смирения нет истинной любви, а есть самообман! Вот, оказывается, что такое святость! Почему приходится об этом говорить? Что понятие святости, если хотите, есть и в других религиозных системах, и даже вне религии. Я помню, был на каком-то одном, уже сейчас, не помню, где-то в Москве какое-то было собрание, тоже приглашён, и там обсуждалось не что иное, как святость. Представьте себе! Причём, помню, один выступал какой-то светский, чувствуется крепко, выпивший, так что его уже этот руководитель даже его уже, так сказать, пытался удержать его красноречие. Чего так они говорили о святости, Господи Боже мой! Святой человек – это порядочный человек, который ведёт себя с достоинством, который понимает, что своё человеческое достоинство он должен гордиться за то, за то, за другое, за третье. Слышите? Это святой человек! Да! Вообще, я вам скажу, вне православия вне православия это такая прелестность утверждается в понимании святости, что просто диву даёшься! Святость – это обожение, то есть, это приобщение самому Богу. Вот что такое святость! это же нужно понимать! А при общении Богу возможно только вот при тех условиях, о которых мы с вами говорили и которые называли. Вот что такое святость! Не сами по себе даже дела делают человека святым! Это нужно не забывать! Прошу вас запомнить мысль святого Исаака Сирина который говорит следующее воздаяние то есть, это получение вот этого блага если хотите этой святыни получения Бога воздаяние бывает вы послушайте только не добродетели и не труду ради нее а рождающемуся от них смирению и если не будет такового напрасны все труды все добродетели слышите как это противоположно пониманию святости например в нехристианских религиях возьмите индуизм веданту возьмите буддизм там совсем другое что вы почитайте только Вивиконанду это его выступление на конгрессах мировых конгрессах мировых религий что он только пишет о понимании святости ты должен думать ты не имеешь в себе никаких грехов ты чистая совершенная душа ты он в тебе нет греха и так далее чего только не пишется вы знаете когда почитаешь поражаешься какая гордыня прям действительно первые строки библии будете как боги это святость или в мирской жизни святым кто подразумевает человек порядочный человек порядочный человек который не убивает не грабит живет по закону верен своей семье любезен культурен что еще вы хотите святой человек слышите а попробуйте затронуть самолюбие этого святого человека и в ужасе отскочим что мы увидим они этого не понимают даже подумайте какое величие в понимании святости в православии что искоренение страстей а не просто чистая внешняя скорлупа нашего поведения и нашего общения в этом мире с другими людьми вот что такое святость отсюда хочется сказать еще о другом святость это это даже не нравственное совершенство обращаю ваше внимание слышите это не просто нравственное совершенство да нравственность чистая нравственность подразумевается но не это я уже сказала воздаяние бывает не добродетели не труду ради нее нет вспомните как называется сборник даже не один сборники аскетических писаний филокалия это по-гречески по-русски переводим как добротолюбие под доброта подразумевается не подумайте что это доброта подразумевается вы что калия это красота а не доброта филокалия это красотолюбие и то что называют добротолюбие просто по-славянски уже только мы это слово употребляем добротолюбие по-русски надо бы сказать красотолюбие это красота человеческой личности а не просто доброта человек может быть и внешне кажется и добрым действительно чувствительным сентиментальным а таких Игнатий Бринчинов хорошо сказал добренькие добренькие да почему да потому что это поверхностный слой чуть поглубже троньте и увидите что там скрывается что скрывается все страсти все только человек их не видит даже православие темы отличаются что оно призывает человеку увидеть эти свои страсти и первое что требуется от человека в его духовной жизни в его движении к святости это увидеть что во мне живет а это можно увидеть только при понуждении себя к исполнению заповедей христовых только при этом условии может быть еще скажу я скажу еще немножко что когда мы говорим о духовной жизни то не забывайте пожалуйста люди внешние даже и не знают и не подразумевают точнее думают что духовная жизнь это что-то какие-то какие-то внутренние переживания ну какие-то мистические переживания ну духовные пожалуйста переживания они даже не знают одной великой истины что оказывается духовная жизнь как если хотите это физическая жизнь как биологическая жизнь также также осуществляется по непреложным законам духовная жизнь закономерна это не хаос переживаний отвлеченных подчас непонятных то таких то сяких ничего подобного духовная жизнь вся закономерна если хотите в ней множество то что мы могли назвать законов которые существуют в ней вот я сказал вот например один из законов хотя бы он пишет пишет Исаак Сирин он просто замечательно пишет об этом вот например одно из важнейших положений сутью в конечном счете или я бы сказал вершинной точкой к чему приходит человек это к божественной любви переживанию в себе одна из самых страшных ошибок тяжелейших ошибок в духовной жизни человека который не понимает это знаете в чем состоит сразу в стремлении приобрести приобрести эту божественную любовь кстати на этом пострадали все католические великие святые сразу к любви а что пишет Исаак Сирин по этому поводу одному из своих собратьев прошу обратить внимание нет способа возбудиться в душе божественной любви если она не препобедила страстей кто говорит что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу о том не знаю что он говорит слышите то есть безумный но скажешь отвечает он не говорил я люблю но возлюбил любовь и это не имеет места если душа не достигла чистоты если же хочешь сказать это только для слова то не ты один говоришь но и всякий говорит что желает любить Бога и слово это всякий произносит как свое собственное однако же при произнесении таких слов движется только язык душа же не ощущает что говорит какой закон какой закон оказывается как ты можешь говорить о любви когда у тебя весь в грязи еще не препобедило страстей раз и может здесь уже Бог поселиться в этой грязи нет это невозможно святые отцы говорят о при этом о последовательности приобретения добродетели так же как и о взаимосвязи страстей между собой они прямо пишут как одна страсть может порождать другую и ты никогда не сможешь не сможешь победить последующей страсти не победив предыдущей вот оказывается это же это же высшей степени важно знать не препобедил предыдущей страсти невозможно победить последующей а законов духовной жизни очень много очень много и может быть одним из первых является такой по непреложному закону подвижничества обильное сознание и ощущение своей греховности даруемые божественной благодатью предшествует всем прочим благодатным даром дарам слышите всем прочим благодатным дарам ох какой это закон если этого нет человек стоит на ложном пути обильное осознание и ощущение своей греховности предшествует всем прочим благодатным дарам почему потому что из этого состояния рождается действительно смирение а только смирение дает возможность богу войти в человеческую душу пока у меня нет смирения ты господи я и без тебя я без тебя обожди мне не мешай если у меня нет смирения я сам ты мне не нужен я без тебя справлюсь вот сейчас сяду за стол и не объемся вот тебе и все ах и забыл ну что ты ну ничего я другой раз это сделаю сейчас я просто ошибся и так далее ну вот так друзья мои этих законов кстати много вот например смотрите по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь оказывается человек ведущий беззаконную жизнь теряет способность любить то есть себя-то любит да-да-да других не может любить возрастает оказывается эгоизм ух какой важный закон подумайте только по причине беззакония умножения беззакония во многих охладеет любовь а и правда и правда тогда и то приложится тебе как приложится так что не повредит твоей духовной жизни какой закон замечательный вы подумайте вот к чему надо внутренне стремиться внутренне еще раз я повторяю а не к тому чтобы побольше приобрести как только внутренне не туда направил свои усилия душевные все ты провалился а например совет Иоанна Златоустова настоящий закон твое только то что ты дал другому а прочее а прочее неправедный домоправитель только то что ты дал другому то есть проявил милосердие к другому человеку вот оно это твое где и ржавчина не повредит ни тля не истлит слышите какие духовные законы это замечательные да просто больше да или например закон чем больше желаешь или делаешь зла другому тем больше сам и пострадаешь если бы мы верили этому закону если бы люди знали и верили не желай другому зла не желай внутри никто не видит не желай чем больше пожелаешь тем больше пострадаешь как пострадаешь я не знаю это не важно материально здоровьем там карьеры не важно но чем больше зла желаешь другому человеку а уж тем более если делаешь тем больше пострадаешь берегись не нарушай закона этого ни в коем случае беда беды себе хочешь нет все держи свою душу не желай никому зла не завидуй никому иначе получишь горькое воздаяние правда хороший закон ой если вы люди знали их у меня еще их много этих законов вы что думаете все я вам так сказал ничего подобного да то я вижу таким революционером все разве можно говорить вопросы пожалуйста готовьте у нас всегда время для вопросов будет пожалуйста возражайте аргументируйте мы всегда можем с вами здесь поговорить и подискутировать спасибо 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 Продолжение следует...